Рожай 1, ферзь Е2, ладья Б1 и ладья Ф7. Зон Б3, 4 пешки, А2, Ф2, Ж2, Ж2. Рожай, ферзь Е5, 8, 8, 8, 8, 8, и 6 пешек. А7, Б7, Т6, Ф5, Ж7, Ф7. Как вы предвели в один ход? Здесь я напоминаю, что это комбинация на двойной удар. Ну, двойной удар, вы знаете, бывает как конем, вилка, самый такой простой двойной удар. Есть ли немножко хитрый? Е7, Чем? А куда ферзь? Чем? Ферзь Е7. Ход какой? Ферзь Е7. Ферзь Е7 просто размин. В один просто размин. Значит, двойной удар нужно как-то напасть на два пункта, и это приводит, в данном случае, приводит к победе сразу. Только надо найти, куда. Вот я, пока, Ф7. Она стоит на Ф7. Берешь на Ф8, я ферзем беру на Ф8, и только размер. Ничего себе не доходит. Надо напасть на два пункта, и сразу ведет к выигрышу. Это есть двойной удар. На два места напасть. Двойной удар, да. В одно место, в другое место. Если Е7, то не получается. Если Ферзь Е7, то просто Ферзь Т6-5 стоит у черных. А что? Меняется Ферзей, и все. И больше ничего. Я гиги, к сожалению, нет. Обратите внимание, что у белых Ферзь две ладьи и слон. У черных тоже Ферзь, две ладьи и слон. У черных две лишних пешки. Поэтому тут надо поспешить. Как бы сыграть, чтобы... А белые хотят выиграть, не имея двух пешек. Представляете себе, что вы играете в турнирную партию. Вот такая позиция. Вы можете сразу выиграть. Ну, видите, какой слабой пункт у черных Ж7, там, куда хочется поставить Ферзя с матом. Но так просто не нападешь. Надо. И на Ф-8 кто-то хотел взять ладью. Но ладью защищен на Ферзе. Вы еще сразу напасть на два места. И на Ферзя напасть, и на мат напасть. Поэтому какой ход там опрашивается? А ты знаешь, что ты опять... Ферзь Б2 вообще нет. Ферзь Б2. Ферзь Б2? Да. Ферзь Б2, да, есть такой ход. Но ты нападаешь на мат. Но черные могут просто побить на Ф7. И тогда мат не будет. Надо напасть еще встать на что-нибудь. Куда ферзь? А если поставить С4 Ферзь? Это только... Ферзь С4 можно пойти, действительно. Если побьет Ферзь на С4, то мат на Ф8. Но Ферзь может отойти по диагонали. Например, на А3. И тогда... Ферзь ход неплохой. Если черные бы взяли Ферзя, то вы его поставили мат. Правильно. Но Ферзь просто отступит. И будет продолжать держать поле Ф8. Поэтому здесь хочется... Здесь есть поэффектный ход. Ну, они же близкие. Вы уже почти догадались, но совсем немножко осталось сообразить. Ага. А, рыжая. Куда еще Ферзь можно пойти, чтобы выиграть сразу? Ферзь Е5. О! Ферзь Е5. Ферзь Е5. Все правильно. Очень красивый ход. Ферзь становится под бой. Теперь смотрите. Бить Ферзя нельзя? Тогда ладья бьет ладьем с матом. Правильно? Ну, вы это все знаете. И грозит мат, перебит ЖС и ввезет Ферзь. Это двойное удары. И на Ферзя, и на мат. И черные все, вы должны сдаться. У них просто нет ни одного хода. Что, есть? А? Семь, но теряется Ферзь. А тогда вы просто Ферзя теряете. Я забираю Ферзя. Ну, это мы уже считаем, что если лишний Ферзь, то мы не рассматриваем. Здесь либо мат, либо теряется Ферзь.